всем привет подкаст возвращается 100 и снова глеб карпа пока карп глеба фака бенгау вот давно не записывали записи последнюю запись мы делали в начале февраля при участии миши и нивана влада квп и артема александрова по мотивам той записи на ю тубе лежит примерно полутора часовой видео подкаст благодаря усилию миши и нивана который собрал всю эту историю звуком и видео вот сейчас лето у меня небольшой отпуск и есть желание время силы и ресурсы немножко поболтать это тема недавно я писал во фрисалерский чат с тем чтобы вы задали какие-то вопросы которые вас интересуют над которыми вы думаете вот сегодня сейчас я постараюсь на них как-то ответить вот сразу скажу что я постараюсь сказать просто свое мнение не претендуя на какую-то там всеобъемлемость и истинность вот потому что по мотивам того о чем мы сегодня будем говорить по мотивам вопросов которые ребята прислали я надеюсь что у нас будет возможность делать на днях прямой эфир в ю тубе или там какой-то голосовой чат в телеге где мы с вами сможем поделиться мнениями по поводу вопросов которые ребята задали ну и собственно вот этот подкаст является больше затравкой к обсуждению и того чтобы подумать на заданные темы вот давно не записывал подкасты вот поэтому не уверен что ответы на вопросы будут прям супер короткими емкими и все такое вот поэтому потерпите вот я надеюсь что все получится неплохо вот поэтому давайте сразу переходить к вопросам и к сути сегодняшнего сегодняшней записи поехали и первый вопрос у нас от лирюши крошкина вопрос касается дальнейших путей развития фристайла лирюша здесь конкретизирует его интересует будет ли фристайл развиваться в направлении инклюзии или маргинализации для тех кто тупой и как я не использует эти термины в повседневной жизни лирюша уточняет что вопрос касается того пути фристайл развиваться по пути открытости к другим культурам да то есть другим стилем типа шоу танцев и другим видом спорта или фристайл будет развиваться как по большей части автономная культура который будет искать дальнейшее развитие внутри себя вот что у меня здесь есть сказать во первых я точно скажу что я не нострадамус да и о том куда дальше будет двигаться фристайл мне известно ровно столько же сколько автору вопроса вот поэтому я здесь выскажу только свое мнение и свои предположения которые мне формируются в ходе записи пытался подумать на этот вопрос но складного мнения не вышло поэтому я попробую порассуждать надеюсь это выйдет не слишком долго вот изначально футбольный фристайл моем понимании родился но образовался как такая открытая культура которая для себя позаимствовала базу из циркового искусства и сосновывалась на достижениях цирковых артистов которые работали с мечом двадцатом веке вот и дальнейшее развитие фристайла также было связано с влиянием извне я не могу говорить там достоверно насколько то что я скажу сейчас имело место или просто такая налоги который уже постфакту могу привести но как мне кажется на футбольный фристайл довольно весомое влияние оказал футбэк в том плане что футбэк это в принципе схожий жанр спорта или искусства который завязан на выполнении трюков с вот и поскольку футбэк чуть-чуть раньше начал развиваться то там появились многие базовые элементы связанные с выполнением их оборотов вокруг меча вот и как мне кажется это как-то натурально перекочевал во фристайл то есть то что является базой современных ловеров я имею ввиду базу касающихся двух оборотных трюков трех оборотных движений и так далее вот дальше что касается развития фристайла здесь ну мне тоже кажется прослеживается след влияния культур извне частности во многом благодаря тому же футбэгу во фристайле появилось направление связанное с использованием клиперов и прародителем этого направления футбольный фристайл является собственно футбэкер то есть ваши клауда если вы посмотрите видосы с одного из первых кажется пыржица вот там ну как бы собирается кружок традиционной парковки где приходит чувак собственно ваши клауда там уже к тому моменту миллион кратный чемпион мира по футбэгу он берет мяч и делает но с футбольным мячом те штуки основанные на клиперах и клипсах и так далее которые даже десять лет условно спустя многим и не снились вот и собственно после этого футбэкерскую штуку начал распространять как мне кажется луки дальше это переросло в вот эту японскую движуху которая сделала клипер одним из базовых элементов в футбольном фристайле но если честно за вот развитием футбэкерских движух в футбольном фристайле в то время я садил не очень пристально да то есть если тот видос с вашиком по датируется 2008 годом если я не ошибаюсь а там первые клиперские штуки луки и первых апологетов клипер движения футбольный фристайл там 2009 10 годы но меня это не так сильно интересовало на моих глазах развивался классический футбольный фристайл и это путь был развитие вглубь да ну как вы разработаны снова футбольный фристайл и перерастали в новые грани направления в виде там трех оборотных трюках новых комбинаций преодолевая все новые новые уровни сложности и ну как бы за этим было лично для меня как житель россии как одного из тех кто развивался в этом направлении углубления это маппера пытался чуть-чуть качать на какой-то новый уровень мне было более интересно следить за этим и поэтому вот эта клиперская движуха для меня проскочила мимо она была на периферии и ну как бы для меня это вот 9 тире там 10 11 годы было развитие такого развитие вглубь маргинализации в терминах лирюши крошкина дальше я скажу наверное странную вещь но меня следующий этап развития фристайла был связан вот эта эволюция направлении более разнообразного стиля связана не с японцами которые уже там 2010 году довольно ярко заявляли о себе вот для меня этот этап связан с одним видосом который вот я помню посмотрел он как-то всплыл на периферии фристайла сообщества тот момент я понял что происходит какая-то новая херня это был видос аббаса фарида в 2011 году но для меня это был 2011 год может быть там где 2010 конец вот это видос которым во-первых впервые за долгое время появился аббас варит я его эру толком не застал я начал тренироваться позже чем аббас варит стал типа там легендой фристайла я собственно не особо понимал насколько хороший этот чувак вот я только видел какие-то старые видосы ну как бы сделал какой-то вклад вот наверное но тут ты снова видос места интересно посмотреть и тут чего просто выпал в осадок того что я увидел штуки с футбольным мячом которые до этого раньше не видел моем представлении этот видос аббаса фарида 2000 2011 года связан во многом с миксом футбольный фристайл каких-то типа техник единоборств акробатики вот всего такого вот и вот почему то после этого я стал четко замечать черты вот других культур в футбольном фристайле то есть параллельно с тем как я пристально следила за развитием классики стала появляться какая-то свежая струя футбольный фристайле связаны с тем что все где-то что-то заимствует что-то берут и таким образом образует свой оригинальный стиль собственно развитие вот этой тенденции можно проследить по батлам тех лет хотя бы с праги 2010 2011 и 12 насколько быстро изменилось изменился стиль выступлений в батлах этих соревнованиях то есть если раньше это были по большей части классические сет эти ловера перситы 2000 2010 году победил луки который никогда не отличался такой стратегий он был такой типа супер быстрый чувак переходами все вот этой хератой и перми кстати в единственном году там уже стиль батлов поменялся совсем кардинально и и вы увидите многие новые но движухи которые сложились под влиянием как виперская к роботической так так и в целом этой шоу направления люди пытаются соединить свои скиллы в шоу формат без дропов и так далее однако как мне кажется всю эту историю на пространстве снг затмила появление плеяды мощных чуваков которые потом образовались тузев клан прежде всего там саша павлов ким ковалев кости семерей жура который никогда не пропадал особо с радаров и лично для меня всегда был ну типа таким чуваком который делает свой став на максимально жестком и трушном уровне вот как мне кажется в россии благодаря влиянию вот той волны укрепилось мнение в том что можно обойтись без и вот этой новой истории клиперами акробатика и прочее можно просто делать свое дело делать его максимально хорошо и тебя закатируют ну как в россии так и во всем мире потому что ты делаешь реально классные вещи и ну наверное это совпало с расцветом футбольного фристайла в россии и этот расцвет как бы укрепил нашу веру в то что надо развиваться внутрь дальше глобальное развитие фристайла происходило вот так вот циклично то есть и по волнами между тем что появляется какой-то инноватор который привносит что-то новое и тем что все оставшиеся просто затрачивают штуки которые привнес вот этот чувак во фристайл то есть циклично этот развитие между условной инклюзии и маргинализации надеюсь вы привыкли уже к этим словам как и я время как в россии то есть место вот этой цикличности то есть получение влияния извне и углубление внутрь появившейся темы нас всегда преобладала вот это погружение в классику футбольного фристайла чем это связано я уже несколько раз пытался записать вот конкретно этот кусок меня пока не получается сложить одно к одному причина может быть связано с авторитетом старшего комьюнити условно так и с какой-то в целом сложившийся у нас в россии фристайл культурой я пока не могу ответить на этот вопрос почему у нас именно так возможно в другом вопросе который чуть-чуть раскрывает эту историю я смогу поговорить более подробно но в целом если отвечать на вопрос который задал лирюша крошкин я скажу так что скорее всего мировой комьюнити будет развиваться по пути типа чередования влияния извне то есть хавать что-то снаружи и пытаться это разработать внутрь в россии но скорее всего где-то процентов 5-10 влияние будет вот вот того что что-то свеженькое но по большей части мы будем копать вглубь разрабатывать те шахты которые мы уже разработали тоже время пока писал запись сейчас пришла в голову мысль что несмотря на общую направленность нашего комьюнити вглубь культуры почему-то у нас достаточно часто появляются ребята которые своим движим оказывают влияние на мировой фристайл культуры начиная с того что условный кости семерей свое время оказал влияние в плане популяризации и все японской движухи европе мне кажется он был одним из первых кто схватил эту волну дальше там появились влад к вп и жура которые серьезно там принесли солов на нашу территорию как японских так и самоизобретенных о чем свидетельствует название некоторых движений самодет тот же самый то есть сейчас если посмотреть на точно идет в battle там то что делал самодет там 10 лет назад сейчас она так или иначе проскакивает апперская движуха тоже которая у нас развивалась развивается активнее всех в мире тоже оказала какое-то влияние хотя почему-то большую часть влияние оказала какое-то говно даже не знаю откуда оно взялось вот но в общем и целом не знаю мне кажется что мы как комьюнити признаем что мы типа комьюнити задротов иногда в нашем комьюнити появляются но люди которые привносят что-то новое вот и когда мы смотрим на мировой и ставил мы видим просто херово содранной копии того что делали у нас даже если ты не совсем так вот и ну как будто бы убеждаемся что надо просто заниматься своим делом а не смотреть на здесь со стороны которые представляют собой часто плохие копии хороших примеров вот поэтому вот как как будет развиваться мировой фристайл сообщества не знаю наверно также цеплять тренды пытаться их применить это спираль развития наша комьюнити мне кажется как бы не хотелось больше инноваций всегда будет но не всегда но в ближайшей перспективе будет развиваться вглубь того что уже есть на нашей территории вот такой какой-то ответ наверное путанный но будет классно если вы подумаете на эту тему и предложить кицы версии потому что мне кажется то херня которая сказал далеко не так однозначно следующий вопрос точнее пачка вопросов у нас подъехала от гулата но нет того кому и подумали вот здесь у нас три вопроса один из них совпадает с вопросом который оставил напоследок вот а два вопроса я сейчас постараюсь ответить первый вопрос это проблема медийной популяризации фристайла как дисциплина вот наверное я не тот чувак который ну типа компетентно ответит на этот счет у меня были какие-то попытки условно там ввести инстаграм максимум вот но там и вел но как мне кажется сейчас не совсем правильно и далеко не так регулярно как это надо делать да и наверное не в тот период когда фристайлеры просто в легкую смогли получить подписчиков в инстаграме то есть я ворвался в движуху позже и дальше уже надо было что-то придумать чтобы на вид популярным поэтому здесь мое мнение чисто ну такое со стороны вот для меня вся проблема популяризации фристайла медийной заключается в том что пока что непонятно полезное действие футбольного фристайла для потенциального зрителя то есть человек заходит соцсети но наверное с ограниченным количеством целей первое но самое распространенное верно это развлечься какой-то развлекательный контент какие-то веселые штуки которые отвлекают от работы просто в них можно потупить 2 движ это он типа какая-то это полезный контент да ты интересуешься условно ты футболист и тебе хочется улучшить свою технику и тогда ты наверное эту путем можешь пересечься с футбольным фристайлом как искусным владением футбольным мечом вот допускаю что есть еще какое-то количество штук благодаря которым люди смотрят социальные сети вот но для меня вот эти первые две наверное наиболее выделяется если бы какой-то развлекательный контент либо условно полезный контент когда человек заходит с определенным запросом и ищет то что его интересует решение его проблемы как мне кажется футбольный фристайл пока что так и не сложился как не как развлекательный контент не как к этой полезной истории то что с точки зрения развлекательного контента футбольного фристайла приходится ориентироваться на футбольную аудиторию да то сделать все вот эти удары в перекладину грубо говоря комьюнити это не поощряется те кто это делают наверное преуспевают в этой нише но когда они пытаются полученную аудиторию немножко впихнуть пользы футбольного фристайла по крайней мере судил по итальянцам то что с ним разговаривал не получается вот антон павлинов наверно лучше прокомментирует этот вопрос короче вот если ты набрал развлекательным контентом аудитории то впихнуть ей какую-то полезную историю довольно тяжело то здесь стоит вопрос о том что футбольный фристайл как развлекательный вид культуры интерес только тогда судя по всему когда он пересекается с футболом без этого футбольный фристайл как развлекательный контент ну видимо не интересен опять же такие здесь могут уточнить но из того что я видел это так футбольный фристайл как отдельный вид спорта то есть как полезный контент куда люди приходят целенаправленно он в целом вообще не востребован опять же суде стал потому что я вижу ну гораздо меньше там всего лайков просмотров и так далее потому что видимо обществу не особо понятно зачем нужен такой вид спорта как футбольный фристайл кроме как типа развлечения праздной публики развлечения праздной публики опять же интересно только тогда когда это взаимодействует с тем что им уже понятно с футболом и выстроить вот этот мост между тем что людям известно и тем что им может быть полезно в футбольном фристайле оказывается видимо довольно сложной задачей я думал на этот счет несколько раз и ну типа ничего дельного у меня не получилось придумать вот поэтому я просто хочу призвать быть чуть-чуть осторожнее выражениях по отношению к типа медийным лицам от футбольного фристайла и культуры скультур связанных с футбольным мечом будь то там фристайл панна или что-то такое потому что но несмотря на то что люди типа занимаются понятно продвижением себя и заработком денег они взяли за довольно непростую и узкую нишу вот надеюсь что кого-то из них получится решить эту дилемму вот поэтому коротко ответ на вопрос звучит так что футбольный фристайл просто пока что не очень понятно чем полезен обществу как развлекательный контент как какой-то полезный контент или какой-то социальный контент то есть пока что здесь мы видимо ищем и однозначно фристайлер ского какого-то определения решения этой проблемы мы пока не нашли поэтому приходится как-то связываться с футболом вы такова жизнь внимание людей заточено под определенные триггеры которые они уже скорее всего видели поэтому они реагируют на футбольные движухи больше чем на там какие-то невероятные трюки но с упорота фристайлерской тренировки поэтому вот такой ответ я тут сделал перерыв между записью не мне пришла в голову опять же мысль о том что вся эта история но и типа не надо к этому относиться как к чему-то заранее нерешаемому да опять же может люди которые знают меня поправят но вот как мне кажется люди которые занимаются танцами и пытались развивать свою медийность в этом направлении большинство из них смогли добиться успеха только виде там взаимодействия с какими-то популярными артистами эстрады и так далее то есть и танцуешь 10 лет но ты известен благодаря тому что танцуешь с филиппом киркоровым вот да то есть условно то же самое что фристайлеру быть сателлитом футбольного контента вот и более менее популярность как отдельные единицы то есть как губа танцора танцовщика не знаю как правильно люди смогли обрести вот из того что опять же я видел в россии благодаря типа программе танцы на телике где основной мотив популярную популярен и не популярности интереса виде к этой движухи заключается в том что там показывали показывает не просто то как люди танцуют больше акцента на историю людей то есть то кто такой человек почему он занимается танцами что его привело на этот проект ну и так далее и тому подобное когда люди начинают узнавать себя в людях которые ну там так или иначе эмоционально выступают на сцене как бы им хочется видимо этому сам переживать они в этом находят что-то свое им это становится интересно это вот такой типа социальный аспект социальных сетей социального взаимодействия когда контент делается для того чтобы люди могли узнать в том что они видят себя и причислить себя к некоему комьюнити людей вот шоу танцы несмотря на то что как я понимаю люди из мира танцев собственно не очень сильно благоприятно относятся к этой движухи это шоу позволило раскрыть вот эту сферу с некой новой страны поэтому а я так понимаю что но как бы танцует нашей стране все-таки не это и 5 не 7 не 10 лет гораздо больше и социальные сети все-таки чуть-чуть побольше чем все это время существует в нашей стране а люди стали из сферы танцев популярными относительно недавно поэтому наверное нас ждет какая-то такая же революция возможно ждет если кто-то провед к этому интерес и достаточно упорство поэтому не унывайте все кто делает контент пилите свои видео подкасты как и я возможно когда-то нас послушает миллион и вместе с этими ответами на вопросы пока что переходим к следующему вопросу следующий вопрос это проблема трушности во фристайле спасибо булату за этот вопрос мне кажется довольно животрепещущая тема потому что вот несколько раз я встречал такую историю что типа ребята которые помоложе во фристайл комьюнте который но не так много лет занимается фристайлом не особо дупляют что такое трушность что значит быть true фристайлером будет интересно слышать мнение слушателей на этот счет вот я скажу свои некоторые наблюдения по этому поводу мне кажется понятие трушность она существует но это в большей степени какая-то социальная движуха чем что-то реально существующая то есть довольно трудно показать на деле что такое true фристайлер чем рассказать об этом вот рассказывать об этом я не планирую потому что но типа это будет моё мнение о трушном фристайлере если она вообще есть пока что нету вот мне кажется что трушность сложилась больше как типа какой-то фильтр для вступления в комьюнити что я здесь подразумеваю я не знаю насколько вы сильно погружены в социальные сети я не слишком сильно погружен но слышал про такую движуху как типу уплотнение или утрамбовка комьюнити вот то что произошло с трушностью как по мне это именно хороший пример утрамбовки уплотнение комьюнити что она по себе подразумевает что типа можно быть сейчас это называется типа лидер мнений то есть человек который по задает повестку вот если человек вот этот лидер мнение за все хорошее против всего плохого но окей на может быть есть популярные типа лидеры мнений которые типа именно за все хорошее против всего плохого но как правило есть какая-то субъективная повестка которой люди отстаивают и для того чтобы вокруг этой повестке складывалась вот такое дружелюбное ядро людей которые поддерживают эти повестку эту повестку нужна такая процедура трамбовки когда вкидывается какая-то история которая вызывает противоречие о сомневающейся назовем и так части сообщества то есть условно говоря вот среди всех фристайлеров которые есть сейчас я вкидываю мнение о том что нужно обязательно делать 5 амад фонте иначе ты типа не фристайлер типа ты не проходишь фильтр на то чтобы быть частью фристайл сообщества потому что все трушные фристайлеры тренят нт то что все фристайлеры трушные умеют делать нт на две ноги и 5 амад фонте это типа самый трушный фильтр вообще который только может быть если ты его не проходишь то просто иди нахуй ты не фристайлер вот и вот после такого фильтра остается какое-то количество людей которые но поддерживают повестку которую дает автор сообщества либо люди которые эту повестку не поддерживают и даже после типа процесса размышления эту повестку не могут поддержать вот в результате значительная часть но людей которые сомневаются в целях сообщества отсеиваются и таким образом люди которые типа поддерживают движуху они чуть чуть больше верят в происходящее и типа все цело всеми руками ногами за тех кто с ними остался потому что отселись только пидорасы а те кто отсеялся думают что ну как бы видимо это не мое вот мне кажется что опять же вот то что я подсказал про эту трамбовку может быть эксперты по соц сетям меня поправит но встречался с таким неоднократно и даже ну типа это было проговорено вот мне кажется что концепт трушности у нас он метр на такую же природу что но от в то время лидером комьюнити был условный алексей комиссаров с характерным то время языком подачи характерными позициями повестками так далее и вот если ты не поддерживаешь то что говорят лидер комьюнити то ты рискуешь обрушить на себя весь гнев в лучшем случае лидера комьюнити в худшем случае вообще всего комьюнити и тогда тебе скорее всего не хочется не захочется быть частью этой движухи вот и в чем состоит эта трушность вот с вершины 2022 года августа месяца мне довольно сложно сказать потому что мне кажется это утрамбовка закончилась где-то в одиннадцатом в двенадцатом году вот и до чего она утрамбовалась мне сложно сказать тогда можно было наверное придумать любую хуйню где ты ищешь людей преданных спортивной идее идея копания внутрь идея развития внутри фристайла как спортсмена вот и все кто не подходили этой идее могли быть восприняты не очень однозначно в моем понимании за пределы трушности люди все-таки выходили в это время но быть социально принятыми в это время могли ну как правило люди которые чего-то добились на стезе трушности то есть условно в том что в 2010-2011 году называлась креативом и не быть засранными за джогу бани то могли мы горя леник антон павлинов кости семерей которому вообще в принципе был насрать хочу говорить то что вы застирали примерно во всем что он делал во многом наверно несправедливо ну и короче были такие примеры людей которые шли против волны но уже после того как в среде мейнстримов среди вот это уплотняющегося комьюнити они были ну типа в ядре этой движухи вот хорошо это или плохо но я считаю что на тот момент это было хорошо потому что без этого сформировать настолько активное настолько ядреное сообщество было просто невозможно благодаря этой херне от нас сообщество наверно отсеилось несколько там десятков сотен не за может и тысяч человек надо спросить компетентных людей сколько человек были недовольны тем что у нас принято выражаться особенно эмоционально и там следовать определенным канонам вот но благодаря этому сформировалось ядро которое было очень большим для того времени то есть из того что я помню как мне кажется все большая часть значительная часть этого ядра собралась на рфк 2010 когда чемпионат футбольного фристайла приехала больше ста человек тогда было кажется сто шесть или сто семь участников и дальше это продолжилось там усилиями следующего поколения ребят которые тоже топили за то чтобы быть true в рфк 2013 приехала по моему около 120 человек после этого как-то было я не знаю не было централизованного принять принятия какой-то повестки комьюнити как нам надо жить но мы решили что типа надо быть помягче к тем кто входит в движуху и и по и выражениях мы стали чуть помягче и направлять стали чуть-чуть более извилистая не просто типа иди занимайся вот этим 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 и этим и быть тебе радость вот и благодаря ли этому либо не благодаря этому но ядро активное ядро фристайл комьюнити которое всегда врывается на движухе стало значительно меньше как бы в последний год даже два даже три наверное если считать вот там до ковидный последний год когда меня спрашивает сколько человек там но организаторы фестиваля спрашивают окей вы проводите футбольный фристайл сколько у вас будет человек но я говорю что около 30 до понятно что не чемпионат россии но типа все равно масштаб немножко другой вот поэтому к вопросу о том если проблема трушности сейчас я считаю что это проблемы в принципе нет потому что вот такого уплотнения комьюнити когда мы пытаемся отсеять типа всех неверных тех кто не принадлежит к ценностям нашего сообщества мы не проводим такой политики поэтому такой проблемы мне кажется не стоит нужна ли комьюнити какая-то повестка которая будет определять трушность сейчас мне сложно сказать наверное все развивает циклический и вот после периода вообще без повестки когда типом были welcome ко всем вполне может быть что логически нужна какая-то повестка но сформулировать новую трушность я не могу потому что я не понимаю как можно объединить всех кто есть сейчас нашем комьюнити поэтому ближайшее время такой херни не планируется поэтому если вас беспокоит проблема трушности можете считать что это некоторые пережиток прошлого если вам интересно изучить просто историю комьюнити как развивался фристайл то скорее всего вы с этим столкнетесь вы это поймете и узнаете как это выглядит если вы не настолько заряжены в историю больше заинтересованы в своем развитии то просто забейте делайте то что делаете и ну как бы можете на крайняк спросить нам не знаю мнение авторитетных членов сообщества о том что вы делаете там своих друзей короче я не знаю тогда это была какая-то такая среда где на время на одной волне с большинством людей в сообществе и в то же время если тебя появляется свое мнение то ты должен его как-то аргументировать то есть не просто чувак который вкидывает какую-то рандомную херню и считает что это должно иметь право на жизнь и благодаря этому наверно выросло большое количество людей которые последние 10 лет двигали фристайл в массы независимо от того были они ну типа трушными по тем критериям или нет сейчас я никакой трушности или подобных фильтров не ощущаю поэтому если вы сталкиваетесь с ощущением того что не знаете как стать настоящим фристайлером то не знаю там напишите кому-нибудь уточнить как обстоит вопрос мне можете не писать потому что я считаю что если вы занимаетесь футбольным фристайлом то если вы амбициозен то путь вас приведет к хорошим результатам и никто вам вопросов не будет задавать несмотря на то что вы пройдете через много ошибок вот если вы просто пришли поделать трюки с мячом ну тоже наверное хорошо просто не ожидайте что фристайлеры будут вас узнавать там на мероприятиях если вдруг вы решитесь прийти будут одобрять то что вы делаете ну вот и всем поэтому мне кажется что двадцать втором году проблема трушности уже вообще не стоит если вы вдруг ощущаете проблемы трушности и до сих пор не понимаете что это такое пожалуйста там подумайте над этим и расскажите нам об этом в эфире или в чате то что нам предстоит или напишите комментариях к этому подкасту мне лично очень интересно послушать на этот счет потому что я но наверное более-менее застал времена трушности ну опять же в кавычках вот а как люди это воспринимают сейчас довольно интересно потому что опять же сказал что трушности как мне кажется довольно давно нету и кроме того нет никакой единой типа трушности в представл комьюнити в целом вот она очень сильно зависит от комьюнити с которым вы имеете дело до если брать российской фристайл комьюнити то скорее всего вот если брать там типа каноны когда эта трушность имела место то что происходит в баттлах сейчас там типа на 70 процентов это не тру какая херня мы типа не должны таким заниматься тем не менее фристайл мировое движется в этом направлении можно брать более узко если мы возьмем типа фристайлеров аппер щиков то типа стандарты будут еще более узкими если мы возьмем олдскульных питерских фристайлеров там тоже будут свои каноны вот тут как бы вопрос хотите ли вы удовлетворять требованиям сообщества с которым вы имеете дело прямо сейчас вот если вдруг вы столкнулись с олдскульными питерскими фристайлерами или сапперщиками то я вам желаю удачи вас ждет довольно интересное приключение вот скорее всего оно будет полезным для вас но она будет тяжелым вот если вы просто занимаетесь футбольным фристайлом в россии и увидели там чатик в телеграме или какую-то страницу о фристайле в россии то войти в него вам будет довольно просто надо просто делать какие-то штуки с футбольным мячом а дальше если вдруг вы будете активны в общении мы узнаем кто вы такой и будем как так вам относиться пока что опять же на август 22 года такого фильтра нету поэтому тема трушность для меня вот такая если кто-то знает что такое true фристайлер пожалуйста подготовьте свое мнение будет интересно его услышать и заключительный вопрос у нас остался вот его сформулировали одновременно два человека я предложу обе формулировки 1 формулировка это стиль его фристайле как японцы смогли создать свой оригинальный стиль и вторая формулировка опять же сорян за клад с мыши прямо сейчас читаю с телеги вот звучит так была тема почему только японский фристайлер одевается более-менее прилично в европе к футболиста в россии чуваки один а одевается как будто только из зала или скачалки выше так вот в чем вопрос почему нельзя нормально стилевого одеться на тренинг или турнир вот мне кажется это в целом расширение типа до размышления феномене японского фристайла и почему российский фристайл типа чуть чуть иначе выглядит от того что представляет нам японца а здесь у меня достаточно простой ответ мне кажется что корни кроются возможно я не знаю наверняка но мне кажется в том как и чем занимаются дети ну типа в детстве которые потом становятся фристайлерами потому что нас в фристайл люди приходят из спорта непосредственно из футбола но футбольный фристайл да то есть футболисты скорее всего приходит в фристайл и но большинство историй фристайлер в россии которых я знаю так или иначе связаны с тем что человек играл футбол не обязательно на профессиональном уровне может там во дворе играл футбол типа взаимодействовал с футбольным и чем ему показалось что ну тип прикольно можно что-то делать с этим снарядом в японии как я понимаю дело обстоит чуть чуть иначе потому что среди фристайлеров я слышал не раз такую историю что люди занимались все детство танцами какими-то там не за брейк-дансом не значим этом занимается танцами какие-нибудь занимались хопа может быть чем-то еще потом почему-то жизнь их свела с тем что им понравилось как средство самовыражения не только движение тела но и взаимодействие тела со снарядом с футбольным мечом и люди пришли в эту культуру принося на типа тот бэкграунд который есть там понятно что есть и другие примеры людей которых танцевальную культуру никакого отношения не имели но формировали облик японская фристайл культура вот и в японии все как так сложилось то есть там есть то что я общался с ребятами есть помимо типа сложности это оригинальности есть один из основополагающих есть самый основополагающий критерий типа определение тебя как возвращение к прошлой теме трушного фристайлера это она называется силуэт как мне давали определение 3 независимых разных человека это вот если взять какой-то твой стоп-кадр с турнира вырезать тебя на фоне локации или там ну короче вырезать а на фоне локацию смогут ли узнать тебя по силуэту если да то типу ты молодец ты смог разработать свою уникальную пластику если нет то не смог наверное в этом есть какой-то смысл если ты воспринимаешь фристайл не как спорт то есть не как продолжение спортивного развития футбол спорт прихожу фристайл ну типа прихожу со спортивным мотивом у нас в принципе продолжение спортивного мотива мне кажется это какая-то такая более-менее развитие советской истории когда если ты занимаешься чем-то смежным со спортом то ты должен типа нести в себе спортивный дух мы этого не хотели я этого точно не хотел но я помню период когда я хотел соревноваться в принципе для людей нормально соревноваться в нашей стране почему-то вот мне кажется это особенно серьезно присутствует за дух соревновательности японии видимо чуть чуть иначе там ты не столько должен соревноваться людьми там сложности в чем-то еще сколько побороться за то чтобы иметь свой стиль если ты имеешь свой стиль ты просто проходишь на следующий уровень условной игры сначала за типу условно мешкой танцевальный бэкграунд потом ты приходишь в фристайл и потом ты все это миксуешь и образуешь но какую-то свою пластику с мечом не знаю но в общем разработать силуэт с мечом это условно разработать какие-то свои позы свои ключевые точки которые будут для тебя узнаваемы это условно даже чуть чуть сложнее чем придумать свой какой-то типа стильный чермов фирменную фишку по которой тебя будут узнал что фишка это все-таки динамичная тема если взять тот критерий о котором не говорили именно силуэт на фотографии ну короче сами понимаете довольно сложная история поэтому мне кажется в японии гораздо больше делается для развития именно типа внешней составляющей стиля эстетики того что ты делаешь поэтому и по одежда это одна из составляющих частей образа у них бэкграунд другой чуть-чуть наверно не знаю может быть 90 процентов фристайлеров японии пришли из футбола но в моем понимании мне кажется у них просто чуть-чуть другое типа образование в детстве происходит может они там заниматься гимнастикой может быть они занимаются танцами и к совершеннолетию них просто чуть-чуть но более менее совершеннолетие у них тело более-менее готово к тому чтобы делать новые штуки у нас люди ну в общем я думаю что вы знаете как проходит детство на территории русскоязычных стран но происходит по разному мы более чуть-чуть социально адаптированная в плане физических возможностей если ты там умеешь закинуть ногу за голову ты уже молодец исключение не знаю в общем это мои догадки но я схожу из того что просто в японии чуть-чуть другой типа фокус изначально почему-то им важно иметь этот силуэт имеет узнаваемый отпечаток отличался от других у нас насрать какой-то отпечаток если ты сделал типа то больше мат фанты чем другой старое время который сформировала понимание нового ты типа молодец вот и без ранец его что-то одет сейчас фристайлера в россии настолько немного мне кажется все вот эти критерии опять же дружности отсылать к прошлому вопросу о как одевается кто что делает настолько второстепенно по отношению к тому что у нас типа ура есть фристайлер поэтому вместе с тем что современным чувакам довольно сложно пробиться мне кажется к ним относят довольно доброжелательно поэтому в завершении этой записи я хочу предложить тем кто занимается фристайлом сегодня взять себя в руки потому что за вами не следит никакая полиция моды над вами не висит никакой алексей комиссаров арсений клементьев глеб карпов кто там угодно придумайте кого угодно кто от вами висит никто за вами не наблюдает не следит и скорее всего не вынесет никакого осуждающего мнения по поводу того что вы делаете как вы одеты и так далее потому что эти люди все просто заняты скорее всего своими делами а те кто реально следят за вами но наверное им не хватит авторитета и силы высказать что-то такое о том что вы делаете как вы выглядите поэтому наслаждайтесь периодом свободы кайфа и самовыражение которое есть сейчас вполне возможно что кто-то из вас вырастет такого чувака который будет чморить других это нормально потому что после этого может вырасти реально мощная комьюнити возможно вы построите что-то новое чего не удалось построить нам старпюром вот так что кайфуйте делайте фристайл и все такое разное вот это были все ответы на вопросы которые у меня были возможно вышла чуть-чуть длинно путаны и так далее но вопросы вы слышали буду рад услышать ваше мнение на этот счет в эфире да мы его там назначим ему всем руки жду всех в москве в ближайшее время нас планируется пара турниров пользуясь случаем объявлю 27 августа турнир от сани мельникова в парке красная пресня и 17 сентября мы ожидаем стал clash вот поэтому пожалуйста планируйте свое время для турнира сегодня это особенно важно вот даже не представлять насколько важно особенно важно будет если вы подготовитесь но это уже другой разговор вот всем жму руки всем спасибо за ваше внимание